В эфире Город С. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о насущном, о налогах. И разобраться в этой сложной теме нам поможет Гульнара Хасаншина, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Конец года, осталось совсем чуть-чуть, и многие, конечно же, слышали о том, что с 1 января отменяется единый налог на вмененный доход. Не планируется ли перенос сроков отмены этого налога в связи с тем, что сейчас достаточно непростая ситуация и экономическая в стране в том числе? Да, несмотря на то, что перенос сроков применения единого налога на вмененный доход уже несколько раз переносился, все-таки мы думаем, что с 1 января 2021 года эта система налогообложения перестанет существовать. В правительстве уже рассматривался вопрос о продлении срока применения этого специального налогового режима в связи, как вы сказали, с непростой нашей экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Но это предложение не было поддержано правительством и на настоящий момент времени основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики на 2021-2022 год и дальше не предполагается продление системы налогообложения в виде ЕНВД. Вы сказали перед эфиром, что приблизительно с 2003 года, да, как-то так действует уже вот эта система? Да, эта система налогообложения уже у нас работает довольно-таки давно, она была введена с целью трудноадминистрируемых на тот момент видов деятельности, таких, например, как розничная торговля. Ну, с развитием цифрового у нас налогового администрирования, с развитием новых технологий, теперь уже налоговые органы обладают более большими технологиями, более большими полномочиями. В рамках того, что мы можем видеть благодаря онлайн-кассам реальные доходы, в том числе и у торговцев, осуществлять свою деятельность в розничной торговой сети, этот налоговый режим уже, в общем-то, можно сказать, что изжил себя. А можете сказать, сколько примерно людей платили именно такой налог? Ну, именно такой системой налогообложения у нас пользуется гораздо, ну, довольно-таки большое количество налогоплательщиков, на данный момент это количество составляет больше, чем 31 тысячи, это я говорю про Самарскую область. Она включает в себя и индивидуальных предпринимателей, и организации, но, конечно, тут больше всего этим налогом, этот налог применяют, применяли и применяют в настоящее время пока еще индивидуальные предприниматели. То есть сейчас, по идее, у экранов должны сидеть более 30 тысяч человек, потому что это очень важная информация для них будет? В общем-то, да, да, учитывая, что эта система налогообложения, как мы считаем, что она уже практически вот-вот через два месяца прекратит свое существование, и, конечно, уже сейчас надо определиться с альтернативным режимом налогообложения, который является более выгодным и более оптимальным именно для конкретного налогоплательщика. Да, это буквально мой следующий вопрос. Какой же режим налогообложения можно предложить налогоплательщикам в качестве альтернативы к ЕНВД единому налогу на вмененный доход? Ну, у индивидуальных предпринимателей выбор довольно-таки широк. Они могут перейти на упрощенную систему налогообложения, причем она может быть как с объектом дохода, так и с объектом налогообложения доход минус расход. Также индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему налогообложения, которую реально можно рассматривать в качестве альтернативной для ЕНВД. Для индивидуальных предпринимателей также доступен налог на профессиональный доход, который в нашей Самарской области был введен относительно недавно и действует с 1 января 2020 года. Юридические лица, у них выбор немножечко поменьше, они могут из специальных налоговых режимов выбрать упрощенную систему налогообложения. Общая система налогообложения у нас доступна для всех, без ограничений, как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Но также сельскохозяйственные товары производители могут выбрать систему налогообложения без единого сельскохозяйственного налога. Вы несколько сразу пунктов, несколько вариантов назвали, и я думаю, что, наверное, так вот вдруг в этом не разберешься. А как действительно налогоплательщику выбрать? Выбор системы налогообложения, он у нас является добровольным и зависит от множества факторов, в том числе и от вида осуществляемой деятельности налогоплательщиков. Для того, чтобы не запутаться во всем этом многообразии, у нас на сайте ФНС России есть очень хорошие информационные сервисы. В первую очередь нужно ознакомиться со всеми особенностями каждого специального режима, потому что для применения специальных налоговых режимов, конечно, существуют ограничения. Это и по численности работников, это и по объему годовой выручки. И для того, чтобы понять, подходит ли ваш бизнес именно под данную систему налогообложения, которую вы хотите применять, можно посмотреть на сайте информационный наш сервис, где можно будет посмотреть, даже есть такая, можно сказать, такой интерактивный сервис, который называется выбор системы налогообложения, с помощью которого в интерактивном режиме при введении определенных параметров система сама рассчитает вам налог при выборе одной из систем налогообложения, с которой вы можете сами определить, какая система вам подходит и является более выгодной. То есть человек вводит какие-то данные? Да, какие-то данные о выручке, о количестве наемных работников, о осуществляемых видах деятельности. И система рассчитает сумму налога, чтобы вы сами смогли потом определиться, какой режим, во-первых, вам доступен, исходя из тех параметров, которые у вас есть, и какой налог из этого получается. Но я могу сейчас дилетантски предположить, что, предположим, система рассчитала по этому режиму, ты такой налог платишь, поэтому такой, поэтому такой. И я всего скорее выбираю, наверное, самый низкий, да? Ну, самый наименьший, в общем-то, скорее всего, да. Но опять-таки надо посмотреть там по ограничениям, может, ну, конечно, вам система и не рассчитает в том случае, если вы под какую-то систему не попадаете, то может оказаться, что вы выбираете, хотите выбрать, допустим, налог на профессиональный доход, но вы не подходите по параметрам, и тогда, соответственно, у вас налог по этой системе и не рассчитается, и вы его применять не сможете. А еще раз, где находится, на каком ресурсе вот эта система? Ну, у нас сайт Федеральной налоговой службы, он один, налог.ру, там очень удобный интерфейс, и более того, вот я недавно туда заглядывала, даже уже на заглавной странице есть такая вкладочка, которая называется «Отмена ЕНВД», какой режим выбрать? И вот если туда зайти, в общем-то, там тоже будут все особенности всех налоговых режимов, будут прописаны. То есть тема актуальность на сегодняшний день, поэтому она и вынесена отдельно, наверное, да? Да, совершенно верно. Мы сегодня говорим об отмене с 1 января 2021 года единого налога на обмененный доход, и в городе С Гульнара Хасаншина, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области. И сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, который налоговая служба подготовила как раз для тех, кто интересуется данной темой. Налоговая служба Вы можете указать особенности ведения бизнеса, размер годового дохода и количество наемных сотрудников. От этого также зависит список доступных Вам налоговых режимов. Обратите внимание, что налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» отменяется с 1 января 2021 года. И если Вы его используете, выберите новый режим. Для каждого режима предоставлена информация и подробная инструкция, как на него перейти. И если Вы хотите получить более подробную информацию и рассчитать примерный размер налоговых платежей, то воспользуйтесь сервисом «Налоговый калькулятор» – выбор режима налогообложения. Ответьте на вопросы, введите суммы дохода и расходов, количество наемных работников и расчетный период. Сервис предоставит расчет сумм для каждого режима налогообложения. При этом, если Вы используете патентную систему налогообложения, то для расчета налога необходимо дополнительно указать субъект Российской Федерации и муниципальное образование, где планируете вести бизнес, а также вид деятельности и количество наемных работников. Обратите внимание, что сервис рассчитывает налоги по максимальным ставкам и реальные суммы налогов в конкретном субъекте Российской Федерации могут быть меньше. Сервисы простые и удобные. Пользуйтесь! Гульнара Римовна, скажите, пожалуйста, а будут ли налоговые органы предупреждать отдельно всех налогоплательщиков о том, что все, с 1 января они перестали платить налог по данной системе? Нет, учитывая, что эта система в принципе прекращает свое действие, поэтому снятие с учета налогоплательщиков в настоящее время применяющих ЕНВД с 1 января 2021 года будет осуществлено в автоматическом режиме. То есть ни налогоплательщик нам никакие заявления о прекращении деятельности не должен подавать. И, соответственно, налоговый орган дополнительно уведомлять налогоплательщика о том, что он больше не является плательщиком ЕНВД, не будет. То есть если кто-то пропустил такую информацию, вдруг предположить такой момент, то уже проблема будет. Да, не хотелось бы, чтобы кто-нибудь как раз-таки пропустил эту информацию, потому что надо иметь в виду, что если налогоплательщик до 1 января 2021 года не определится с системой налогообложения, о том, что он подходит и выбирает какой-то специальный налоговый режим, о которых мы с вами уже говорили, то с 1 января 2021 года этот налогоплательщик окажется на общей системе налогообложения всеми вытекающими отсюда последствиями. И если это будет неосознанный выбор налогоплательщика, то может стать для него не совсем приятным сюрпризом. Неприятным неожиданным. Хорошо. Будем надеяться, что все в курсе, все уже определились, может быть, даже к этому времени, потому что разговор об этом не сегодня появился. Да, практически уже с начала года об этом все говорят. Мы проводим налоговые органы, пытаются информировать практически каждого налогоплательщика, донести до него эту информацию о том, что система налогообложения в виде ЕНВД будет отменена, и вы уже в ближайшее время должны определиться с системой налогообложения на будущий год. Ну хорошо, предположим, человек определился, и что именно ему следует сделать дальше, и какие сроки, вот с первого уже прям все вот наступило, первое января, и все изменилось, или это будет как-то все-таки немножко постепенно? Ну, нет, наверное, можно сказать, что 1 января 2021 года это такая точка отсчета, потому что если налогоплательщик хочет перейти на специальные налоговые режимы, то он должен для каждого спецрежима свои сроки, но до 1 января 2021 года он должен подать либо заявление, либо соответствующее уведомление в налоговый орган по месту своего учета. То есть для того, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, либо на единый сельскохозяйственный налог, то нужно подать заявление до 31 декабря 2020 года. Если налогоплательщик выбирает патентную систему налогообложения индивидуальный предприниматель, то он должен подать заявление на получение патента до 18 декабря 2020 года. А если индивидуальный предприниматель хочет зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, то в принципе это можно сделать прямо 1 января 2021 года. И следует иметь в виду, что для того, чтобы перейти на общую систему налогообложения, никаких уведомлений и заявлений налоговый орган не представляется. То есть если налоговый орган 1 января 2021 года не увидит от налогоплательщика никаких уведомлений и заявлений, то соответственно он будет считать, что этот налогоплательщик выбрал для себя общую систему налогообложения и находится на общей системе налогообложения. Хорошо. А если человек все сделал правильно, оформил, выбрал систему налогообложения, но через какое-то время понимает, что, пожалуй, выбрал не то, или видит, что другая система для него была бы актуальнее, можно ли будет вводить следующие перемены? В общем-то отказаться от системы налогообложения на следующий год можно, но только до наступления тех предельных сроков, о которых я сказала. Если, допустим, сейчас он выберет, подаст заявление в налоговый орган с тем, что он хочет применять УСН с объектом дохода, а через некоторое время, допустим, через месяц, ближе к первому декабрю, он подумает, нет, система налогообложения, доход минус расход для меня более выгодна, то он до 31 декабря 2020 года изменить эту систему может. А вот если это уже наступит в следующем году, то придется ждать год. То есть в течение года уже все будет в этой системе. Для того, чтобы перейти на другую систему налогообложения. Единственное, платежником НПД можно стать с любой датой. Да, вот, кстати, можно ли заранее, не дожидаясь вот этих сроков, как раз подать уведомление о переходе на другие специальные сроки? Да, как я уже сказала, можно определяться, начинать уже сейчас. Единственное, с патентной системы налогообложения сейчас, еще пока рассчитать сумму патента нельзя, потому что, возможно, будет изменение в региональном законодательстве. Мы не знаем, какой будет потенциально возможный доход в настоящее время. Но заявление на упрощенную систему налогообложения уже вполне подавать можно. А на патентную систему налогообложения все-таки это, наверное, ближе к декабрю месяца. Вот в связи с тем, что единый налог, надмененный доход отменяется, может быть, будет какое-то изменение порядка налогообложения в рамках существующих уже режимов, для того, чтобы предложить их в качестве альтернативы? Да, в течение 2020 года на федеральном уровне была проведена очень большая работа с тем, чтобы предложить существующие уже режимы налогообложения в качестве альтернативных для плательщиков ЕНВД. Ну, основное изменение, которое у нас уже было внесено, заключается в том, что, в принципе, можно сказать, увеличили пороговые значения для применения упрощенной системы налогообложения. То есть, если раньше налогоплательщик считался, утративший право на применение упрощенной системы налогообложения, если у него доходы превысили 150 миллионов, либо количество наемных работников превысило 100 человек, то сейчас, с введением вот этих переходных положений, фактически налогоплательщик считается, утративший право на применение ПСН, если сумма дохода у него превысила 200 миллионов, либо количество наемных работников превысило 130. Но только в эти рамки, которые в тот период, когда у налогоплательщика произошло это превышение, он остается плательщиком УСН, но уплачивает налог по повышенной ставке. Если объект доход вместо 6%, он будет уплачивать 8%. Если объект доход минус расход, то вместо 15% он будет уплачивать 20%. Со следующего календарного года, если у него это превышение уйдет, то есть опять он перейдет на старые значения, то сумма налога будет исчисляться по привычным ему ставкам. Это что касается упрощенной системы налогообложения. Большие глобальные изменения у нас планируется внести в части патентной системы налогообложения. В настоящее время законопроект еще принят в первом чтении. Проходят дебаты. Ну, я думаю, к концу года... Успеют? Да, обязательно оно вступит в силу, будет принят. Основное заключается в том, что плательщикам ПСН разрешат уменьшать сумму налога на сумму уплаченных ими страховых взносов. Если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, он сумму налога может уменьшить в полном размере. Если у него есть наемные работники, сумма налога будет уменьшаться не более чем на 50% от уплаченных и страховых взносов, но это очень актуально для налогоплательщиков, и это именно сделано по аналогии с ЕНВД, как это было на ЕНВД. Потому что до сих пор, если налогоплательщик выбирал систему налогообложения в виде ПСН, то, в общем-то, он не имел права вообще уменьшить сумму налога на сумму уплаченных и страховых взносов. Еще планируются какие изменения в патентной системе налогообложения? Планируется туда ввести такие виды деятельности, которые в настоящее время, по которым традиционно применяется ЕНВД. Это, допустим, мойка автотранспортных средств, стоянка автотранспортных средств. То есть до сих пор по таким видам деятельности не разрешалось применение патентной системы налогообложения. Но вот с тем, что выносятся, какие вносятся изменения на федеральном уровне по этим видам деятельности, применение патентной системы налогообложения будет также доступно. Общее количество видов деятельности, по которым доступна будет ПСН, увеличивается с 63 до 87. Конечно, нужно дождаться еще изменений в региональном законодательстве, потому что в каждом регионе регион решает, по каким видам деятельности будет применяться патентная система налогообложения. Но я думаю, что так как на настоящий момент региональное законодательство совпадает практически с федеральным, то я думаю, что, скорее всего, на региональном уровне эти же виды деятельности также будут у нас определены с тем, что в отношении их также может применяться патентная система налогообложения. Примерно в те же сроки, что и на федеральном уровне. Да, я думаю, что до конца года это все должно быть решено. Учитывая, что для того, чтобы применять патент, необходимо подать заявление уже до 18 декабря 2020 года. В связи с изменениями, о которых вы говорили, с изменениями в патентной системе налогообложения, мне кажется, что этот режим, возможно, будет привлекателен для многих. И поэтому, может быть, расскажите поподробнее, что это за налоговый режим и кто именно из плательщиков, те, кто раньше платил единый налог на обмененный доход, может сейчас перейти на патентную систему. Ну, во-первых, да, не будем забывать, что патентная система налогообложения у нас доступна только для индивидуальных предпринимателей. Она ограничена видами деятельности, по которым может применяться патентная система налогообложения. Все эти виды деятельности прописаны в региональном законе 117 ГД. И этот режим, есть ограничения по доходам, то есть сумма дохода в год не должна превышать 60 миллионов рублей. И существует ограничение по средней численности работников, занятых именно в видах деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Их должно быть не более 15 человек. А я правильно услышала, что вот эти виды деятельности, которые смогут использовать патентную систему, будут определены еще до... будут немного меняться и определены до 1 января? Да, да, да. Вот в федеральном законодательстве перечень их увеличился. И я надеюсь, что в региональном законодательстве он тоже изменится в сторону увеличения. Ну а каким образом все-таки можно будет получить патент? Для того, чтобы получить патент, нужно подать заявление в налоговый орган по месту жительства. В принципе, даже не по месту жительства. Индивидуальный предприниматель может подать заявление в любой налоговый орган, потому что у нас действует экстратериальный принцип выдачи патентов. Подать заявление можно любым удобным способом. Почтой прийти лично, либо через электронную почту, через личный кабинет. Что на сегодня удобнее всего, наверное. Да, да, да. Можно сделать любым способом. За 10 дней до начала деятельности. Ну вот мы, говорю, рассчитали. Для того, чтобы начать с 1 января 2021 года применять патент на систему налогообложения, необходимо подать заявление до 18 декабря 2020 года. Не определен же еще перечень направлений. Очень надеемся, что будет к тому времени определен. Да, там мало времени уже останется на то, чтобы все необходимое сделать. Ну, хорошо. А каким все-таки образом будет уплачиваться вот этот налог с применением патентной системы? Налог уплачивается в зависимости от срока выдачи этого патента. То есть патент может быть выдан по выбору налогоплательщика на любой срок в пределах календарного года. То есть хоть на 1 месяц, хоть на 12 месяцев. Если патент выдан на срок до 6 месяцев, налог должен уплатиться не позднее последнего дня действия патента. Если налог, патент выписан, выдан более чем на 6 месяцев, то 1 треть налога уплачивается в срок 90 дней от начала действия патента, а остальная сумма не позднее срока окончания действия патента. Все равно за 2 раза, не за 3. Нет, за 2 раза, да. Получается, если до 6 месяцев патент, срок уплаты 1, если выдан на срок больше, чем 6 месяцев, то 2 срока уплаты. 90 дней и срок окончания патента. А могли бы Вы сказать, с Вашей точки зрения, какие есть плюсы у этой системы налогообложения? К плюсам можно отнести то, что, во-первых, при применении патентной системы налогообложения отсутствует необходимость представления отчетности налогового органа. Существует только необходимость введения книги учета доходов для того, чтобы как раз отследить это превышение 60 миллионов, это ограничение. Потом еще одним плюсом является то, что патент, он очень выгоден для тех, у кого есть сезонные виды работ. То есть не надо платить налог целый год, можно взять патент, допустим, только на 3 летних месяца и оплатить сумму только исходя из тех 3 месяцев, когда Вы реально работали. Ну и в-третьих, сумма налога известна заранее, она является неизменной. По сути, патентная система налогообложения несколько сходна даже с ЕНВД, потому что она также не учитывает фактические результаты деятельности, а зависит от некой базовой доходности, которая у нас определяется региональным законодательством, и для каждого вида деятельности она своя. Я не уверена, что поняла правильно. Это новая система налогообложения или она уже действовала? Нет, она уже действует довольно-таки давно у нас. Да, она тоже последняя из введенных систем, но, в общем-то, она действует давно, и налогоплательщики с ней знакомы. Оценили уже ее? Да, 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 они ею активно пользуются. Ну, конечно, очень привлекательно платить налог только в то время, когда ты работаешь. Действительно, есть же сезонные, вот кто-то клубнику выращивает, только летом продает. Ну, плюсов много, но, наверное, минусы-то все равно есть. Ну, минусы есть. Из минусов, конечно, можно назвать, что есть ограничения, да, по объему, в частности, полученных доходов 60 миллионов. Если бизнес крупный, 60 миллионов может, конечно, и не хватить в год. Это первое. Во-вторых, одним из существенных недостатков до сих пор называлось отсутствие возможности уменьшения суммы патента на сумму исчисленных страховых взносов. Ну, вот с теми планируемыми изменениями, о которых мы уже говорили, я надеюсь, этот недостаток будет устранен. Гульнара Римовна, я думаю, что очень подробно и дотошно даже в каких-то вопросах все мы разобрали сегодня, все объяснили. Если все-таки останутся у людей какие-то еще вопросы, то они их могут прояснить где? Ну, у нас много информации у нас на сайте ФНС России. Во-вторых, всегда можно обратиться в налоговый орган по месту вашего учета. Налоговый орган вам обязательно разъяснит и пояснит. И есть у нас единый телефон единого контакт-центра ФНС России. Восемь, по-моему, семь двойкой, если я не ошибаюсь. Ну, тоже, наверное, на сайте налоговой службы. Да, да, конечно. Ну и в завершении, может быть, прямо два слова по поводу того, раз уж воспользоваться, что вы пришли к нам в студию, по поводу того, чтобы никто не забыл про уплату налогов до 1 декабря, да? Да, да. Срок уплаты имущественных налогов у нас определен, как 1 декабря 2020 года. И, конечно, нужно выполнить свою гражданскую обязанность. Те, кто имеет транспорт, квартиру, и имущество. Большое спасибо за эту консультацию в нашем эфире. Это был город ТЭС. Мы сегодня говорили об отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2020 года. Увидимся в городе ТЭС. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова